Цивилизация мира от истоков до современности. Так назвал свою выставку народный художник Чувашия Академия Гуманитарной Академии России Анатолий Силов. В Новочебокстарском историко-художественном музее открылась экспозиция работы известного художника. Людям о людях всегда интересно, а если речь идет об искусстве неординарном, интерес удваивается. Неудивительно, что художник с мировым именем собрал на открытии немалое количество почитателей своего таланта. Кисть его руках заработала с малых лет. Кто же предполагал, что она принесет ему мировую признательность? Шесть лет я на столе клеенка была. Я ее отрезал, раму тогда уже подрамник сделал, сколотил я. Вот за то, что я со стола взял эту клеенку, отрезал там вот этот холст, меня наказали, конечно. Его судьба – безмерный материал для тех, кто соберется писать биографию мастера. Причудливые повороты, чувашской деревни и путешествия в Африку. А затем поездка в Тибет. Герои его живописных романов особенные. Анатолий Силов убирает ярких типажей для своих портретов. Когда я пишу, я с ними разговариваю, я близко знакомлюсь. Они у меня самые любимые. Я являюсь в числе 300 ученых мира в Организации объединенных наций. Там три художника – Япония, Мексика и Россия, я представляю. Сейчас художник увлекся научно-философскими трудами. Читает классику, пишет сам. Его супруга во многом помогает. Очень интересные статьи у нас получаются. По приезду в Париж я получу теплом академика Академии наук Франции. При всем при этом художнику чужд эксперимент ради эксперимента. Необычность и оригинальность его работы объясняется его особым дарованием. Силов способен удивить даже искушенного зрителя. На полотнах изображен весь наш мир. 77 работ из 105 представленных. Просто физически в залах художественного музея мы не смогли разместить. Но так как выставка будет работать в течение двух месяцев, в декабре месяце она будет обновлена. Наталья Мальчикова, Валерия Резюков, Республика.